Ноги Рациоманту Ралу заменяют тяжеловесные устройства, расширенные в бедрах и зогнутые назад в коленях, и с сердечником из сплава никелевой стали. При ходьбе их механизмы издают тихий вой, а раздвоенные стопы лязгают опалубу. Покрытые серебром и более длинные, чем органические оригиналы руки, на универсальных сочленениях движутся плавно и бесшумно, когда их только даровали ему на обеих сторонах ладоней, были выгравированы символы, описывающие священные формулы древнего Марса. Когда Раал на ступенях храма Келбархал отверг свои клятвы и сменил звание Калькулюса на Рациоманта, он взял гравированный инструмент и, вонзив его в свое тело, смазал собственной кровью, а затем стер старые изображения. Он до сих пор помнит сводящую зубы вибрацию, проникающую через металл в органическое тело. Вскоре после этого гладкая серебряная поверхность начала тускнеть и покрываться органическими с виду волдырями, которые Раал не мог ни понять, ни объяснить. Сейчас его руки вместо действительно идеальных механизмов выглядят вполне человеческими, только пораженными болезнью. Кажется, что наросты образуют новые узоры. Это будоражит Раала, хотя он и не понимает, почему. Еще больше его возбуждает вид собственных рук, обхвативших шею технопровидца Ариса. Гноящийся налет на них пачкает его красный воротник и капюшон. Волоча человека по узкому тоннелю, Раал слегка встряхивает его, словно проверяя, жив ли тот. Конечно же, он знает, что Арис все еще жив. Роциоман следит за жизненными показателями. При помощи набора несвойственных человеку чувств, встряхивания, нужно только чтобы увидеть, реагирует ли технопровидец. Так и есть, рот Ариса шевелится, и краткая попытка заговорить придушена хваткой Раала. Нет, нет, нет. Тихо напевает Раал, качая технопровидца так, словно убаюкивает ребенка, а не сжимает горло врага. Из-за редкого использования его естественный голос дрожит. Вот так, произносит он нараспев, с хриплым рыком посылая мусорный кот в уши технопровидца. Волоча полумертвого человека, Роциоман следит за тем, как кот, подобно звуковым волнам, поражает слуховые процессоры, превращая его в механических чувствах, в микроимпульсы, и устремляется в аугментированную нервную систему, чтобы уже там присоединиться к инфекционному коду. Системы Ариса корчатся от распространяющихся элементов мусорного кода, настраивая и перенастраивая себя, терзая технопровидца изнутри. Некоторые из новообразований уже сражаются друг с другом за доступ к горстке все еще незараженных систем. Глядя на происходящее, Рао хихикает. Он не может дождаться, когда же это снова случится. Но теперь во всех имперских системах, которые Роциоман смутно ощущает вокруг себя. Где-то вдали раздается свист и лязг. Это перестраиваются некоторые компоненты огромного кольца железа. На миг вибрация ощущается даже через тяжелые металлические ноги Раоа. А возможно, пристыковался корабль, или же от бронированной шкуры кольца отскочил фрагмент огромного орбитального поля обломков. Неважно, кольцо – артефакт старого механикума. Рао не ждет, что оно долго протянет в новом порядке Келбархала. После того, как закончится эта война, и Марс начнет основательную перестройку. Задание Раала – часть самых ранних стадий великого замысла. Небольшая, но значимая. Такая же второстепенная и все же важная, как стачивание священных символов, серебряные аугментики. Какая аналогия. Раал почти смеется на бинарнике от собственной дерзости, продолжая тащить обмякшее тело Ариса. Вперед и все дальше во влажную и наполненную дымом темноту. Один шлюз все еще работает, несмотря на то, что существует масса возможностей использовать его не по назначению. Раал находит это забавным. Шлюзы не относятся к военным объектам. Их наверняка не используют для блокады, которую тиранцы пытаются установить вокруг Марса. Это не более чем устройство для удаления мусора. Отходы в космос выбрасываются силой достаточной, чтобы они не возвращались на орбиту и не засоряли пустоту вокруг кольца. Правда, орбита теперь и в самом деле загромождена. Вид из каждого иллюминатора, мимо которого проходил Раал, заполнен обломками, оставшимися после первого сражения и первых попыток прорвать блокаду. И тем не менее, кто-то настолько зациклен на надлежащем удалении мусора, что оставил функционирующим один из шлюзов, словно специально для рациоманта. Раал снова смеется при помощи кода. Рабочий шлюз – большая удача для человека в его положении и бесконечное поле деятельности. Раал выбросил через шлюз тела убитых имперских чиновников в поле обломков, где их никто не найдет. Также он запустил из аварийных станций кольца множество спасательных скафандров, в которых были не отчаивавшиеся, эвакуирующиеся члены экипажей, а специальный груз. Рациомант изготовил его в своем тесном логове на одной из безлюдных палуб кольца. Возможно, не все из скафандров будут найдены, но наверняка парочку отыщут. Их доставят на имперский корабль благодаря ложным жизненным показателям, посчитав, что это пропавшие товарищи. И как только они вскроют скафандры, то получат чудесный токсичный сюрприз. Раал стал весьма изобретательным в создании химических и биологических начинок. Это стало одной из любимых его забав. А еще технопровидец Арис. Какое чудесное развлечение. Мусорный кот уже почти полностью подчинил его системы. И хищные аллогичные структуры, вырастающие в этом плодородном сосуде, жаждут вырваться и завладеть новыми машинами. Раал слышит и чувствует, как они буйствуют в исходящем от аугментике Ариса сигнала. Так, ожидая открытия шлюза, Рациомант быстро и мягко бьет по голове дергающегося человека. Заставлять работать на себя одного из бывших братьев механикума доставляет Раалу удовольствие. Но возможности для этого выпадают тем реже, чем сильнее тиранцы прибирают к рукам кольцо железа. Рациоманту почти жаль расставаться с технопровидцем. «Если бы ты знал, какой у тебя восхитительный потенциал!» – воскликает он. Из шахты шлюза раздается лязг, и в окошке в люке на минуту мутнеет от конденсатора. Тебя сделали на совесть. Кто знает, сколько ты протянешь в холоде. И будешь так страдать!» Раал снова смеется. «А еще тебя услышит каждый, пусть даже не осознавая этого во всех окрестностях кольца, на всех кораблях и шаплах. Ты оставишь свой след в каждой системе, которая услышит тебя. Ты ведь поблагодаришь наших дорогих братьев из механикума за то, что наградили тебя такими полезными системами и отправили к вам». Раал подпрыгивает на пружинящих металлических ногах, радостно встряхивая тело технопровидца. Отмыкающим кодом понадобится еще несколько секунд, чтобы открыть люк, не потревожив имперских контролеров, а затем Рациаманту придется сказать «прощай» своему новому другу. Лучше извлечь максимум из последних мгновений. Люк открывается. Раал стоит спиной к нему, сосредоточившись на Арисе. Только какой-то непонятный инстинкт заставляет его повернуться и взглянуть в лицо существу, присевшему в шлюзе и смотрящему на него. На миг воцарилась тишина, а затем Раал издает вопль человеческим голосом, а к нему устремляется блестящее, похожее на богомолью морда. Рациамант рефлекторно отпрыгивает назад, а резцы жевалой рассекают воздух там, где долю секунды назад был его череп. Раал приземляется. Времени на размышления нет. Дистанция, которую он выиграл, благодаря прыжку сократилась. Существо уже наполовину вылезло из люка в коридор. Рациамант делает следующий шаг, но его плечо ударяется о подпорку, и он, развернувшись в воздухе, падает лицом вниз на палубу. Раал слышит, как скрипут его когти, когда он пытается встать. Сквозь этот шум раздается звук более тяжелой поступи. Враг идет за ним с отрывистым хлопков приводов. Руки Раала вытягиваются и помогают подняться на ноги. Рациамант стремительно оборачивается, подняв руки и завопив. За первым существом через люки протискивается второе, топча останки Ариса. Миг растерянности едва не стоит Раалу жить. И существо поднимает руку-пушку, прицеливается и открывает огонь, продолжая неумолимо шагать вперед. Раал снова кричит, в этот раз и голосом, и кодом. От этого звука по всему коридору взрываются предохранители в распределительных щитках. Пространство вдруг заполняется паром испарившихся охладителей и металлическими фрагментами с лязгом, отлетающими от стен и падающими с потолка. Их достаточно, чтобы отразить первый из снарядов и наполнить коридор треском и воем рикошетов. К тому времени, как металлический монстр поправил прицел и коридор опустел, Раал на согнутых ногах и сильно вытянувшимися руками, Словно гиена несется на четвереньках по техническому тоннелю, Снова и снова выкрикивая одно слово «Боракс! Боракс! Боракс!» Он не слышит собственного голоса из-за постоянного скрежета металла. Ведущий боевой автоматон следует за ним по коридору, Прорубая путь через переборки клинками, Изрешитчивая снарядами пушки любое препятствие, Которое не может пробить достаточно быстро. Зрение Раала с полем зрения в 310 градусов улавливает второго зверя, Который тиснулся в туннель, Каким-то образом трансформировав себя из богомола в бронированного червя, Он тащит свое тело на влажных от крови Ариса клещах. Это наводит на мысль Раала, Но когда он собирается отдумать ее, Ведущий воракс вскрывает разрезанную переборку И видит рациоманта. Зверь тут же бросается на него. Ослепленный ужасом Раал отталкивается от стены туннеля И ныряет вперед под прыгнувшего врага. Затем безостановочно ползет вперед И наконец-то протискивается через люк в дальнем конце туннеля. На искаженном от ужаса Бинарнике он выкрикивает запирающий кот, Но клинки устремляются вперед, Не позволяя люку закрыться, И голова с плечами воракса проникает через него. Тварь идет за Раалом по пятам, Крючковатый клинок отсекает одну из металлических ног Раала ниже голени, И обратная связь затуманивает его чувства, А системы накрывает резкий всплеск энергии. Раала душит гнев, Гнев на самого себя, Тупицу, Один работающий шлюз, Конечно же, Это была ловушка. Они ждали неподалеку, Как хищники у водопоя. Здесь хищником должен был быть он. Эти твари пожалеют, Решив, что могут просто так прийти и убить его. Руки волочат тело его вперед, И он чувствует жар и напряжение в плечевых суставах. Палубный мастил с грохотом подпрыгивает, Ирал снова переворачивается лицом вниз. Из туннеля вырывается следовавший по пятам второй воракс. Рациомант снова перекатывается и чувствует удар. Острие клинка на конечности орудий вспарывает бок. Первая машина шагает сразу за рациомантом. Уставившись сверху вниз. Насекомым подобным лицом. Раал ползет, Оставляя за собой след яркой крови, И видит, как поднимаются стволы орудия. Это всего лишь вопрос времени. Обе машины проходят через люк, И наступают на тело Ариса, Шигая прямо через его На асферную связь. В тот самый момент, когда Раал теряет его. Детище заражения его мусорным кодом Проникнут в вораксов, Подобно раку, Игнойникам. Кисты извергнут паразитов И отраву в системы автоматонов. На это уйдет несколько секунд, Код одолеет их, И вораксы подчинятся Раалу, Или сгорят. Будет достаточно просто Замедлить их на несколько секунд. И когда Две машины возвышаются над ним, Раал запускает через внешние Трансмиттеры сигнал Искаженные реконфигурации, А затем направляет всю энергию, Что смог собрать, В пакет кода. Это смертельный удар, Проклятие богов, Созданный хаосом, Смертоносный вопль, Который должен парализовать Любую атакованную им систему. Он даст Раалу необходимое время. Потолочные лампы взрываются, Регуляторы мощности на стенах визжат, Раал даже чувствует Короткое изменение равновесия. Это на миг Сбоят гравитационные плиты. У него есть время Для радостного, Короткого возгласа. А затем Рациомант проникает В головы автоматов, Чтобы посмотреть На нанесенный им ущерб И обнаруживает, Что его нет. Ни показателей системы, Ни имитации сложного сознания. Чувства Раала, Настроенные на почти Мистические потоки Изощренного кода С трудом воспринимают функции, Которые так непреклонно Гонят за ним зверомашины. В головном мозгу создания Кибернетики нет ничего, Что мусорный код Мог бы свести с ума, Как и нет логической сети, Которую он мог бы разорвать. Только один голый инстинкт Убивать, Защищенный чистотой Собственной злобы. В голове Раала мелькает Последняя мысль «Постойте, я!» А затем первый ворекс Опускает ногу, А второй пронзает Уже обезглавленное тело Клинком руки. И немедленно секунды Два существа разворачиваются И уходят прочь, Оставляя кровь Раала На все менее заметных Отпечатках ног В коридорах кольца железа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok